Друзья, закон жизни, законы Вселенной, законы личной жизни, законы работы организма, законы работы разума и духа, души, все идентично и все работают по единой схеме. Ленивость. Попробуйте каждый день понемножечку, чуть-чуть давать одолжение к ленивости. Ленивость просит этого, ленивость просит вот чуть-чуть сделать уступки, вы будете делать. Но каждый уступок, каждая уступка в ленивости оставляет и будет оставлять след в вашем характере, в вашем поведении. Каждый день в чем-то какое-то недовольствие в отношении к себе создавайте. Ищущий человек всегда находит. Ежедневно скажите, что у вас уши не в ту сторону вкручиваются, нос не в ту сторону кривой, глаза не так уж хорошо косые, как вы мечтали. Или ежедневно, что ваша работа не то, ваша фигура не то, цвет кожи не то, цвет глаз не то. Найдите за что-то. Знакомые это ощущения? Конечно, у многих это знакомые. А что происходит, когда каждый день начинаем капать, каждый день будем проводить привычную хайни себя, своего характера, своих слабостей, своих недостатков. Каждое отрицательное мнение о себе, оно оставляет след. Каждое отрицательное мнение, поступок и действия, оно не только оставляет след, они имеют свойство накапливаться, накапливаться, накапливаться. Когда вы даете предпочтение лени раз, два, три, сотни, ваш дух превратится в труху. Потому что, как червоточина, ваша воля, ваши слабости начинает разъедать, изъедать, и человек со временем могут превратиться в исключительно безбольного, ленивого человека. Или давайте каждый день будем говорить что-то хорошее мысленно о себе. Пару слов. Хорошо выглядишь. Какие у тебя заспанные красивые глаза? Какие у тебя несравненные оплывшие лица? Найдите, какой у тебя не живот, а целое пузо, а талия-то, только у других есть, а у вас, слава богу, вы избавились от этой проблемы. Просто что-то хорошее скажите. Что-то... Да, вы работаете самой низкооплачиваемой работе, но вы должны можете оттуда найти что-то хорошее, сказать, что более низкооплачиваемой работы у вас нет. В мире вообще не существует. Радуться надо. Вам достался в лотерею. И что вы? Говорите, что хоть дырявый, но хорошая у вас воля. Раз в сто лет могли найти усилие помыть свое лицо. Но это тоже же достижение. За все, за все, за каждую мелочь попробуйте создать в отношении к себе благодарность. В отношении к себе, в признании в себе что-то хорошее, что-то лучшее, что-то сильное, что-то, которое имеет к идеальным людям отношение. Вы видите, этой положительной эмоции, этой положительной отношении все имеет свойство накапливаться, собираться, собираться, накапливаться. И в один прекрасный день ваше признание в себе тех положительных качеств, которые, может быть, не существуют в первых порах, они будут вначале появиться, потом объединиться в кулак и уничтожить основы многих бед человека, то есть его трусость, его безволие, его остальные слабости. Вот мы с вами поговорили вначале о себе, как исходя из восточного пословица. Если ты кого-то хочешь ударить ножом, вначале ударь в себе, если не больно, а приятно, можешь сделать другим. А что если ежедневно что-то хорошее будем говорить другим? Вы видите, вокруг одних хорошие люди для вас будут появляться, и вас будут окружать самые прекрасные. А вы попробуйте каждый день сказать что-то плохого, каждому встречному, с кем вы живете, с кем вы работаете, что-нибудь, то, что у них есть, то, что вам не нравится. Скажите что-нибудь, вы видите, вы докажете себя, вы абсолютно, абсолютно будете уверены, и это так, что все люди злые, и все ненавидят вас, и вы тоже их ненавидите. И они готовы вас уничтожить, как личность, и вы тоже будете готовы их уничтожить. Почему? Потому что все, все на свете оставляет после себя след, а след имеет свойство накапливаться. Значит, опять же, сами выбирайте, стать лучшим, стать прекрасным, стать сильным, стать могущественным, стать созидательным и достичь вершины своих мечты, или стать, превратиться в разрушителя. Разрушать не строит. Разрушите себя, разрушите других, и они взаимно, когда вам надо саморазрушаться, и когда вам кажется, вы мало еще себя разрушили, тем, которые вы помогли со своими отрицательными поступками, они вам поможут. Значит, выбор за вами превратиться в светлого человека и собрать вокруг вас светлых людей, и вам стало, как в раю, или превратить себя в исчадие ада, превратить свою жизнь в сплошную страданию, и в том числе поделиться со своими несчастьями другими. А потом они тоже с вами дружно поделились. Есть же пословицы, мир, давая по крошке, накормит кого угодно. Мир, давая по одному щелчку, кого угодно убьет. А вот началом, началом добрых деяний других людей или злых деяний других личностей в отношении к вам, очень часто бываете причиной вы сами. Вам выбирать. Все в ваших руках.